привет дорогие друзья вы на канале колдун бог с вами катера в танке сегодня мы с вами продолжаем заполнять рубрику бой статиста контентом да и вот у нас монстричи немецкая яхт panzer е100 настоящий панцирь с пушкой который просто сокрушает врагов особенно на средних и дальних дистанциях вот как любая как бы крупная такая мощная машина он имеет недостаток в плане своих габаритов не самой высокой подвижности вот ну и не не поворачивайся башни поэтому очень тяжело когда ему заходят в клинч но зато вот смотрите какая мощь плюс броня здесь достаточно неплохо в том числе боковая хотя вроде бы вот такая вот не сената и наклоны здесь у нас присутствует разве что борта ночи корпус мощный как у е100 тяжелого танка хорошие хорошее кранирование все очень тут крепкая кроме нлд нлд конечно самое слабое место но и сами вот эти вот щеки да как их называют школьники вот эти боковые части рубки передней части рубки они тоже довольно таки уязвимая для голдовых боеприпасов особенно кумулятивов ну здесь конечно т25 пилот допустил большую глупость то что остановился еще развернул башню это было конечно ключевой ошибкой поскольку немцы у нас в принципе одни из самых точных среди пт-шек по крайней мере вот таких вот убер мощных да вот соответственно несмотря на калибр приемлемая точность присутствует и естественно стоящая цель на месте она но не может просто вот так вот легко отделаться хотя бывает да снаряды летят мимо ну то есть вот смотрите да бодрое начало боя 3000 урона уже в копилке то есть свое хп он уже отработал принципе можно уже особо ничего и не делать но это не касается нашего героя он естественно нацелен на победу сейчас он тщательно выцеливал межбашенный зазор и су четвертому но так как он еще развернул башню то это было вообще подарок поскольку в отличие от и со 7 его башня пробивается вполне себе неплохо по крайней мере вот такими могучими калибрами как у нас здесь напомню 170 миллиметровая пушка один из самых крупных калибров тяжелой артиллерии который имелся в распоряжении немцев ну я имею ввиду ну если брать с разряда супер тяжелой артиллерии это как бы один из начальных калибров считался да потому что там было уже и двухсот десяти миллиметровые орудия и так далее двести восьмидесяти миллиметровые вот но это по крайней мере с разряда таких вот орудий которое было более менее нормально обеспечить мобильность можно было этим орудиям если брать полевую артиллерию все что же шло выше то конечно было уже чрезвычайно тяжелыми орудиями транспортировка их это была целая история ну а здесь как видите из 7 так тщательно танковал что противники уже переключились на фугасы поскольку поняли что ну бесполезно что-то сделать с танкующим ромбом из 7 которые не подставляет нлд башня у него и так непробиваемая вот поэтому они начали по ним стрелять фугасами ну а здесь защитник зачем-то боком прям так выкатился не знаю я этот танк пока что знаю крайне ограниченных данных вот но он подставил здесь каток туда и получил принципе все достаточно стандартно и очень хорошо что малой артиллерии да поскольку особенно мобильная типа французской артиллерии да вот что тот же быть шатом мог бы заехать очень хорошо и накидать с определенных позиций но опять же здесь вот посмотрите на разъезд по карте центр прикрыт союзники на линии а б тоже действует грамотно если там они провалились вот но здесь да понятно боковая грань корпуса типично подставился еще и в низине находится то есть приведен к похуже пробитие то хотя бы там могли бы с поляны накидывать например артиллеристы переехать на 5 а6 вот оттуда кидать вот ну все нормально здесь более менее равная ситуация единственно что полностью открыт центр и что там если туда зайдут противники то конечно да то будет вот такой вот улет башни только для наших союзников все и всем поиграл в принципе делались мы вообще минимальными проблемами да то есть попадание было фугасом и было пробитие одним бронебойным вот видите в нлд то что я не говорю есть как раз такая позиция что нлд достаточно открытый получается вот и попасть туда не составляет большого труда вот в этом плане кстати яхт панзер е100 сложнее чем там уже е100 поскольку башня не поворачивается до рубка неподвижная поэтому выезжать танкуя ромбом чревато тем что могут влепить в каток пробить еще и на гуслю поставить то есть тоже тут надо хорошенько подумать что лучше делать лучше ли разменять хп дать шот в ответ и не рисковать особо или же рискануть попробовать оттанковать но есть шанс расплатиться фиксации танка на какое-то время плюс повреждения вот и плюс эти попадания в катки под углом они еще там чревато критическими повреждениями не самыми приятными т-54 нам влепил а мы тем временем успели ну вот видите как он сейчас до ромбом танкует так пробить очень тяжело эту машину вот а мы успели забрать ну точнее не мы наш герой успел забрать из 3 себя скажу что конечно вот данной машины на то что он горил вот артиллерия до гаватир хлоп и тысячу хп весь бой воюй воюй один гаватир влепил и все приехали как говорится удивить игр от 210 миллиметров орудия ну я не знаю на самом деле насколько ли это правда что вот такая мощно бронированная и очень защищенная машина получала бы настолько бы серьезные повреждения от этой пушки честно говоря я не знаю я не специалист по арт-системам но опять же основываясь на том факте что я все-таки читаю книги да ну тоже еще одна чушь попадание там куда-то в гусеницу чушь собачья полнейшая потому что это пушка прорвала бы гусеницу несколько катков еще вылетела бы с другой стороны этот снаряд имел такую кинетическую энергию что это конечно сказка дурацкая придуманная разработчиками сами знаете зачем да как есть такой интернете у нас прикол да картинка там ису или объекта с пушкой был 10 там который говорит типа пыс парень хочешь гуслю собью да то есть такой вот насмешка над моментами когда тоже был 10 тоже супер орудия попадает какой-нибудь там елки или бульдогов куда-то там гусеницу и не наносит урона конечно абсурд полнейший полнейшая чушь ну вот забрали еще одного противника уже 4 фрага и в принципе же бой сделан единственный вопрос состоит в том что кто первый попадет под огонь артиллерии да там у нас прототип поехал здесь принципе позиция тоже опасная довольно такие вот могут попасть отсюда могут ну тут как повезет на кого он сейчас свелся никто не знает может по прототипу сейчас лупанет но 704 чем хорош да что у него обтекаемая броня и он порой танкует такие попадания можно сказать что у нас среди пт это такой современный обтекаемый автомобиль своего рода такой bentley да или bugatti вот чем-то напоминает ну а там идет бодрое бодание мы на него отвлекаться не будем уничтожили просто можно сказать фаскопом вражескую рту ну а прототип умудрился забодать 704 который там допустил тактическую ошибку подлез в итоге на него этот шпрот свалился и за счет лучев дпм забодал его вот такая вот машина от себя то что ты хотел вам сказать не сказал скажу сейчас конечно исходит такая вот аура мощи действительно очень мощная тачка вот принципе если есть хоть один союзник у вас во взводе который адекватный может вас прикрывать это конечно круто вот тогда недостатки данной машины нивелируются существенно вот но опять же страдает она у нас от артиллерии сильно на большая медленная вот и всякие вот эти глупости которые разобочки никак не хотят убирать из игры ну я не знаю для к для школьников наверное это все придумали потом попадание я вам же говорил там бульдоу или т49 с повреждением гусеницы смешно с такого калибра вот и плюс момент следующий что что нам обещали когда-то реализовать это что очень усложнило бы жизнь всяким lt картоном вот это вот сверху пушка насколько я знаю это по моему или 15-миллиметровая или 20-миллиметровая немцев это считался крупнокалиберный пулемет 15-миллиметровых до который стоял на бариши флюкс вайген да то есть массаж митах bf 109 он способен был спокойно прошивать там борта того же бульдога или т-37 американских или хорошо повредить уже мт-25 например да или ltb в борта то есть если у нас была реализована ситуация такая что дополнительные орудия не хотя бы на автомате могли вести огонь то конечно lt подъехать к этому танку было бы очень нелегко и чревато ладно на этом на все надеюсь вам понравилось там веке подписываемся до новых встреч пока